Приветствую всех начинающих или уже продолжающих градостроителей Cities Skylines. В этом видео я отвечу на один из самых главных вопросов об игре. Какие же моды стоит использовать? В воркшопе на данный момент 644 мода, и хотя понятно, что не все из них идеальны, но по-настоящему год их все-таки очень много. Что же выбрать новичку и как разобраться во всем этом изобилии? Сейчас я расскажу вам о 15 моих любимых модах в Cities Skylines. Предупреждаю, это именно мои любимые моды, и они вовсе не совпадают со списком самых популярных в мастерской, так что все сказанное в этом видео является чисто моим субъективным мнением. Ну что же, поехали! Первый на очереди у нас мод Tree Brush от автора Destroyer. Это маленький мод, который сэкономит кучу в вашем времени, если вам нужно быстро вырастить на какой-либо местности лес. При помощи клавиш плюс и минус вы можете изменять размер кисти и засаживать площадь растительностью гораздо быстрее. Такая же возможность есть и в моде Extra Landscaping Tools от Bloody Penguin. Там больше функций, например, можно выбрать форму кисти. Кроме того, в Extra Landscaping Tools есть еще несколько функций. Он позволяет добавлять ресурсы на карту прямо во время игры, а также генерировать места спауна воды, как в редакторе карт. В общем, полезный мод. Мне правда нужна только функция быстрой рассадки, поэтому я пользуюсь модом Tree Brush. Ну а вы выбирайте из того, что вам полезнее. Следующий, также косметический мод More Beautification. Он позволяет ставить пропы, то есть мелкие декорации прямо во время игры. Тогда как обычно их можно добавлять только в редакторе объектов. Стандартные пропы включают в себя фонари, качели, дорожные знаки, заборы и ворота. В общем, полное разнообразие. А в воркшопе этих декораций еще больше. Если вы догрузите мод Prop Anarchy, то сможете ставить эти декорации абсолютно везде. На дорогах, в домах, парках и так далее. В общем, анархия — это весело. Третий мод также связан с деревьями и пропами. Это сравнительно недавно вышедший, но уже снискавший популярность Prop Line Tool Alpha. Честно говоря, не знаю почему Alpha, по-моему, мод отличный, и признаков того, что он еще разрабатывается или тестируется, вроде бы нет. Автор его, мододел с ником Altern, просто взял технологию построения дорог в игре и перенес ее на пропы. Мод позволяет игроку сделать линии из деревьев и пропов, как прямые, так и кривые. Ну, в общем, все как при планировании дорог. Так что теперь можно гораздо быстрее, а главное красивее, высаживать деревья до проспектов, ставить заборы около домов или заводов и так далее. В игре появляется, кстати, меню, в котором можно менять расстояние между пропами и угол, с которым они появляются, что очень и очень удобно. Единственный минус — Prop Line Tool не запоминает, с каким расстоянием я использую тот или иной проб, и каждый раз мне приходится выставлять значения вручную. Ну, может быть, такую функцию добавят позже. В общем, в целом, мод замечательный, очень интересный. И если вам нужно больше возможностей для благоустройства, то все непременно его скачивайте. Следующий, не менее интересный и, я бы сказал, долгожданный мод — Surface Painter. Вы, может быть, видели, как какие-нибудь известные ютуберы, делая Let's Play по City Skylines, вручную закрашивали клеточки асфальтом с помощью специальных текстур из воркшопа. Я лично никогда этого делать не любил, очень муторная работа, скрупулезная, и теперь с появлением Surface Painter, в общем-то, не нужны. Мод этот позволяет вам текстурировать землю дефолтными текстурами из редактора объектов, а там есть асфальт, земля, трава и какая-то сельскохозяйственная желтая местность. Ну, в принципе, она рядом с коровками и свиньями в агрорайоне выглядит неплохо. Создатель мода Bloody Penguin говорит, что его творение всего лишь плагин для мода Extra Landscaping Tools, без которого Surface Painter, к сожалению, не работает. В общем-то, этот мод завершает нашу линейку декоративных модов, я вам тоже его рекомендую скачать, думаю, что не пожалеете, и сэкономите кучу времени на закраску пространства асфальтом или травой. Номер пять. У него много имён. 25 Tiles, Area Enabler, All Areas Purchaseable. Суть, правда, похожа. Моды такого рода позволяют вам строить город не на девяти клетках, как в обычной игре, а на сразу двадцати пяти. Некоторые из этих модов сразу открывают все клетки, а некоторые просто предоставляют вам возможность купить больше Tiles. Я не буду рекомендовать никакой мод конкретно, просто введите в поиски Tile или Area и почитайте описание, скачайте то, что вам больше по душе. Есть, кстати, очень интересный мод, который пошёл дальше и открыл игрокам 81 Tile. А я напомню, что всего на карте именно столько клеток, 9 на 9. Это даёт ещё больше места для строительства и ещё больше нагрузок для вашего компьютера. Что здесь в приоритете, каждый решает, конечно же, сам. Но, как по мне, 25 клеток вполне достаточно для комфортной игры. Шестой мод в нашем списке я считаю действительно незаменимым. Это Zoning Toolset от автора Archangel. Он позволяет игроку отключать зонирование некоторых участков улиц. Это действительно очень удобно. Ну, к примеру, на перекрёстках с непрямым углом игра выдаёт какие-то жалкие кусочки вместо нормального углового здания. С модом вы можете отключить зонирование на одной из улиц и поставить нормальное здание у перекрёстка. Также можно, например, включить зонирование шоссе. Что, правда, довольно бесполезно, потому что сама механика игры не позволяет зданиям работать на шоссе, но можно поэкспериментировать. В любом случае, мод действительно полезный и важный, поэтому рекомендую всем его скачать. Zoning Toolset из Мастерской. Седьмой мод в моей подборке – Adjustable Demand или Настраиваемый Спрос. Поясню для совсем новичков, Спрос – это такие столбики внизу, показывающие, насколько городу нужны те или иные здания. Очень часто, особенно если вы играете с бесконечными деньгами, так сказать, творчески подходите к делу, вам будет нужно построить те здания, спрос на которые слишком мал. Adjustable Demand имеет специальное окошко, в котором можно вручную выставить нужный спрос. Есть и в мастерской и другие подобные моды, например, Super Demand, при котором спрос всегда на максимуме. Это для тех, кому вообще лень заботиться об этом. Включил мод – и получаешь бесконечное зональное изобилие. Ну что же, на этом данное видео заканчивается. Как вы, наверное, догадались, это не все 15 модов, которые я обещал вам показать в начале видео. Я решил разделить видео на две части, чтобы его было легче записывать, легче загружать на YouTube. И вторая часть выйдет только тогда, когда первая наберет, по крайней мере, 10 лайков. Поэтому, пожалуйста, не забывайте лайкнуть это видео, если оно вам понравилось, если оно было вам полезным, если вы ждете продолжения. В следующий раз я расскажу о модах, связанных с транспортом и дорогой. Наверное, самых интересных модах в Cities Skylines. Ну что же, на этом на сегодня все. С вами был Доктор Холсоу, всем пока!